То есть дефицит бюджета составляет около 120 миллионов рублей, но это не говорит о том, что мы не будем пытаться развиваться и так далее, потому что в прошлом году и в этом году мы будем стараться покрыть дефицит бюджета за счет привлечения средств бюджетов всех уровней, скажем так, объектов федерации, местных бюджетов и так далее. То есть покрывать дефицит за счет привлечения бюджетных средств. Поэтому нас это не очень шокирует или напрягает на то, что у нас есть дефицит бюджета. Мы постараемся все равно все свои программы, которые намечены на этот год, выполнены. Значит, в двух словах хочу сказать по программе капитального ремонта и реконструкции, в принципе, для чего я хотел бы это все озвучить. По программе реконструкции, она достаточно такая большая программа, мы хотим освоить около 43 миллионов рублей по трем направлениям. Это теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и выполнить достаточно такие для города Берска значимые задачи. То есть, если, допустим, по канализованию, то сделать реконструкцию системы вентиляции в КНС-6, чтобы тот запах, который распространяется на районе, его специальные поглотительные фильтры поставить, чтобы больше этого не происходило. То есть это есть и наказ депутатов, и наказ от депутатов в нашу сторону для того, чтобы мы это устранили. Вот в этом году мы предполагаем это выполнить. А где находится КНС-6? КНС-6 в их районе, по-моему, да? В районе Рогачёва-20? Да, Рогачёва-20, там, где мы в прошлом году разрытие делали по канализации. Второй вопрос по канализованию, приличный, это все-таки мы продолжаем строительство второй нитки канализационного коллектора Берска, Берска-Академгородок. Работы ведутся, правда, на территории Академгородка, но в любом случае мы его будем продолжать, и надо когда-то это дело все заканчивать. То есть вот два таких больших реконструкционных проекта по системе канализования. По системе водоснабжения у нас тоже очень большой проект, стоимостью почти 29 миллионов рублей. Это проект строительства второй нитки водорода, от МФС-2 до Ультас-Космическая, то есть он достаточно протяженный, почти полтора километра. Мы в этом году его начинаем, строим его как за счет амортизационных средств, так и за счет средств, привлеченных к оплате за подключение. Поэтому вот это достаточно такой основательный проект, который мы хотим начать в этом году. Ну и по теплу. По теплу у нас в этом году по реконструкции три СТП, не одно СТП, а три. Это 11Б СТП, она здесь недалеко на Герцена-3, где труба торчит, такая кирпичная. И два СТП, это СТП-16 и СТП воинской части. То есть воинская часть, это тоже все прекрасно знаете, военный городок, там стоит центральный тепловой кухон. И второе, мы на котельной, на своей, восстанавливаем систему по резервному топливу, там производим реконструкцию станции дизельного, хранения дизельного топлива.